Дисциплина архитектуры гражданских зданий. Образовательная программа строительства. Тема инженерной сети гражданских зданий. Цель лекции формирования знаний о инженерных сетях гражданских зданий. План лекции наружной инженерной сети гражданских зданий. Внутренней инженерной сети гражданских зданий. Система водоснабжения Система водоснабжения Основные нормативные требования, предъявляемые к системам водоснабжения, в том числе для железнодорожных станций и поселков, при них изложены в этих нормативных документах внутренний водопровод и канализация зданий, водоснабжение наружной сети и сооружения. Система водоснабжения Система водоснабжения Основные нормативные требования, предъявляемые к системам водоснабжения, в том числе для железнодорожных станций и поселков, при них изложены в нормативных документах внутренний водопровод и канализация, водоснабжение наружной сети и сооружения. Система водоснабжения Система водоснабжения Система водоснабжения Система водоснабжения По характеру использования Система водоснабжения Система водоснабжения Система водоснабжения Система водопотребителей Система водоснабжения 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 По надежности подачи воды системы водоснабжения подразделяются на три категории. Первое. Допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды не более 30% расчетного расхода и на производственные нужды до предела установленного аварийным графиком работы предприятий. Длительность снижения подачи воды не должна превышать трех суток. Перерыв подачи воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время выключения поврежденных и включения резервных элементов системы, но не более чем на 10 минут. Второе. Допускаемое снижение подачи воды тоже, что и при первой категории, длительность снижения подачи не должна превышать десяти суток. Перерыв подачи воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время выключения поврежденных и включения резервных элементов или проведения ремонта, но не более чем на 6 часов. Третье. Допускаемое снижение подачи воды тоже, что и при первой категории, длительность снижения подачи не должна превышать 15 суток. Перерыв подачи воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время проведения ремонта, но не более чем на 24 часа. По надежности подачи воды системы водоснабжения подразделяются на три категории. Первой допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды не более 30% расчетного расхода и на производственные нужды до предела установленного аварийным графиком работы предприятий. Длительность снижения подачи воды не должна превышать 3 суток. Перерыв подачи воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время выключения поврежденных и включения резервных элементов системы, но не более чем на 10 минут. Второе. Допускаемое снижение подачи воды тоже, что и при первой категории. Длительность снижения подачи не должна превышать 10 суток. Перерыв подачи воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время выключения поврежденных и включения резервных элементов или проведения ремонта, но не более чем на 6 часов. Третье. Допускаемое снижение подачи воды тоже, что и при первой категории. Длительность снижения подачи не должна превышать 15 суток. Перерыв подачи воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время проведения ремонта, но не более чем на 24 часа. Основные элементы системы водоснабжения. В общем случае система водоснабжения населенного места включает сооружения для забора воды из источника, водозаборы, водоприемники, насосная станция первого подъема для подачи воды в очистные сооружения, сооружения обработки воды, водоочистные сооружения, резервуары для хранения запасов воды, насосная станция второго подъема для подачи воды в водопроводную сеть, сооружение для регулирования и поддержания требуемых расходов и напоров водопроводной сети, водонапорная башня, насосная установка, резервуары, водоводы, наружные и внутренние водопроводные сети для транспортировки и распределения воды потребителям. В общем случае система водоснабжения населенного места включает сооружение для забора воды из источника, насосная станция первого подъема, сооружение обработки воды, насосная станция второго подъема, сооружение для регулирования и поддержания требуемых расходов и напоров водопроводной сети, водоводы, наружные и внутренние водопроводные сети. С поверхностного источника воды в состав системы водоснабжения входят следующие основные сооружения. Водозаборные сооружения, при помощи которых осуществляется прием воды из источников. Насосные станции, подающие воду по трубам на очистные сооружения и к месту водопотребления. Из источника водоснабжения вода, как правило, перекачивается на очистные сооружения насосной станции первого подъема, а после очистки подается водопотребителям насосной станции второго подъема. Очистные сооружения предназначены для очистки воды. Резервуары чистой воды, в которых осуществляется регулирование неравномерности режима работы насосных станций первого и второго подъемов, а также хранение аварийных и противопожарных объемов воды. Напорные водоводы и водопроводная сеть, служащие для транспортирования воды к местам ее потребления. Сооружения для регулирования и поддержания требуемых расходов и напоров водопроводной сети, водонапорные башни, насосные установки, резервуары. На рисунке показано поверхностного источника воды. Под цифрой 1 это источник воды. Цифра 2 водоприемник. Цифра 3 насосная станция первого подъема. Под цифрой 4 очистные сооружения. 5 резервуары чистой воды. 6 насосная станция второго подъема. 7 водонапорная башня. В состав системы водоснабжения входят следующие основные сооружения. Водозаборные сооружения, насосные станции, очистные сооружения, резервуары чистой воды, напорные водоводы и водопроводная сеть, сооружения для регулирования и поддержания требуемых расходов и напоров водопроводной сети. С подземного источника воды. В состав системы водоснабжения входят следующие основные сооружения. Артезианская скважина с насосом, водочистная станция, резервуары чистой воды, насосы станции второго подъема, водонапорная башня, напорные водоводы и водопроводная сеть, сооружения для регулирования и поддержания требуемых расходов и напоров водопроводной сети, водонапорные башни, насосные установки, резервуары. На рисунке показано с подземного источника воды. Это под цифрой 1 водозаборная скважина, цифра 2 насосная станция первого подъема, цифра 3 очистные сооружения, водочистная станция при необходимости, 4 резервуары чистой воды, 5 насосная станция второго подъема, 6 водонапорная башня. В состав системы водоснабжения входят следующие основные сооружения, артезианская скважина с насосом, водочистная станция, резервуары чистой воды, насосы станции второго подъема, водонапорная башня, водонапорные водоводы и водопроводная сеть, сооружения для регулирования и поддержания требуемых расходов и напоров водопроводной сети. Схемы систем водоснабжения. Системы водоснабжения устраивают по определенным схемам, которые представляют собой совокупность сооружений водопровода и последовательность расположения их на местности. Классификация систем водоснабжения. По количеству водоиспользователей схемы водоснабжения могут быть объединенными, централизованными, схемы местного водоснабжения. В системах местного водоснабжения обслуживается обычно один объект, например, населенный пункт, железнодорожная станция. В объединенных, централизованных системах водоснабжения вода подается к нескольким потребителям. При этом вода может подаваться как по раздельным системам водоснабжения, так и по единой объединенной системе. В населенных пунктах, а также в городах, как правило, устраивают единую систему водоснабжения для хозяйственно-питьевых и противопожарных целей. Вода на технологические и противопожарные нужды предприятий в зависимости от требуемого качества и экономической целесообразности может быть получена как от объединенной системы водоснабжения, так и от раздельной. Отдельный противопожарный водопровод устраивает очень редко и, как правило, для наиболее пожароопасных объектов предприятий нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности, складов нефти и нефтепродуктов, хранилищ сниженных газов, лесоперерабатывающих предприятий, по условиям водоснабжения стационарные схемы водоснабжения, схемы временного водоснабжения, схемы привозного водоснабжения, по типу водопроводов схема водоснабжения с продольными водопроводами, схема водоснабжения с групповыми водопроводами. На рисунке показана схема централизованного водоснабжения с продольными водопроводами. На среднем рисунке показана схема централизованного водоснабжения с групповыми водопроводами. На третьем рисунке показана схема местного водоснабжения. Классификация схем систем водоснабжения. По количеству водопользователей схемы водоснабжения могут быть объединенными, централизованными и схемы местного водоснабжения. В системах медицинского водоснабжения обслуживается обычно один объект. В объединенных централизованных системах водоснабжения вода подается к нескольким потребителям. По условиям водоснабжения бывают стационарные схемы водоснабжения, схемы временного водоснабжения, схемы привозного водоснабжения. По типу водопроводов схема водоснабжения с продольными водопроводами, схемы водоснабжения с групповыми водопроводами. Схемы производственного водоснабжения. В системах повторного использования воды свежая вода, пройдя технологический цикл на одном производстве, участвует в технологическом процессе следующего производства. При использовании такой системы необходимо, чтобы качество воды после использования на первом предприятии удовлетворяло требованиям технологического процесса второго производства. Оборотные системы, как правило, применяют на промышленных предприятиях и представляют собой систему, в которой вода, участвующая в технологическом процессе, не сбрасывается в водоем, а после обработки возвращается в производственный цикл. Потери воды, имеющие место в производстве, восполняются из источника. На рисунке первым показана прямоточная схема, на втором рисунке среднем показана схема с повторным использованием воды и на последнем рисунке показана оборотная схема. Схемы производственного водоснабжения, кроме того, могут быть прямоточными с повторным использованием воды и оборотными. Существуют также комбинированные схемы водоснабжения. Название систем водоснабжения в инженерной практике повторяет название соответствующей схемы. Водозаборные сооружения – это водозаборы-водоприемники. Это гидротехнические сооружения, осуществляющие забор воды из водотока или водоема, а также для захвата подземных вод и подачи их водопровод, оросительные и другие системы. По характеристикам источника водозаборы разделяют на подземные и поверхностные. Подземные источники водоснабжения, как правило, отличаются более стабильными характеристиками качества воды и относительной защищенностью от загрязнения с поверхности. Поверхностные источники водоснабжения отличаются высокой производительностью, но требуют постоянного надзора за соблюдением санитарно-технического состояния территории поверхностного источника – озера, реки. Водозабор является первым звеном сложной системы водоснабжения, обеспечивающим питание всех водопотребителей. Занимая головное положение в системе, водозабор имеет определяющую роль в ее функционировании. Современный водозабор для снабжения крупного города представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений, оснащенных энергетическим и механическим оборудованием. Системой автоматического и телемеханического управления. Такой водозабор должен работать бесперебойно при любых условиях забора воды, существенно изменяющихся по сезонам года. Водозаборные сооружения, водозаборы, водоприемники – это гидротехнические сооружения, осуществляющие забор воды из водотока или водоема, а также для захвата подземных вод и подачи их водопровод, оросительные и другие системы. По характеристикам источника водозаборы разделяют на подземные и поверхностные. Водозабор является первым звеном сложной системы водоснабжения, обеспечивающим питание всех водопотребителей. Занимая головное положение в системе, водозабор имеет определяющую роль в ее функционировании. Современный водозабор для водоснабжения крупного города представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений, оснащенных энергетическим и механическим оборудованием, системой автоматического и телемеханического управления. Такой водозабор должен работать бесперебойно при любых условиях забора воды, существенно изменяющихся по сезонам года. Основными типами водозаборов из поверхностных источников является береговой водоприемник с береговой насосной станцией, русловой водоприемник, вынесенный водоисточник, крип с самотечными или сифонными водоводами и береговой насосной станцией. Инфильтрационные устраиваются в случаях, когда дно и берега поверхностного источника воды сложены из водопроницаемых пород, а вода в нем характеризуется низкими качественными показателями, фильтрующими, с водоприемным ковшом, ковшовые, комбинированные и т.д. На рисунке показаны основные типы водозаборов из поверхностных источников. На рисунке А – береговой водозабор, на рисунке Б – русловой водозабор. Основными типами водозаборов из поверхностных источников являются береговой водоприемник, русловой водоприемник, инфильтрационные, фильтрующие, с водоприемным ковшом, ковшовые, комбинированные и т.д. Основными типами водозаборов из подземных источников являются водозаборные скважины, шахтные колодцы, горизонтальные водозаборы, горизонтальные линейные открытые или закрытые дрены, галереи, штольни, лучевые водозаборы, горизонтальные скважины, лучи, каптаж источников, родников, комбинированные водозаборы. На рисунке показаны типы водозаборных сооружений. На первом рисунке водозаборная скважина, на втором шахтные колодцы. Основными типами водозаборов из подземных источников являются водозаборные скважины, шахтные колодцы, горизонтальные водозаборы, лучевые водозаборы, каптаж источников родников, комбинированные водозаборы. Водопроводные насосные станции представляют собой сооружение с комплексом насосных агрегатов, аппаратурой для управления насосными агрегатами и приборов контроля за их работой, трубопроводов с запорно-регулирующей арматурой. Насосные станции классифицируют по месту схеме водопровода первого подъема и второго подъема. Первого подъема устраиваются для подачи воды из водозаборов на очистные сооружения, а если вода не требует обработки, резервуары чистой воды или непосредственно водопроводную сеть. Второго подъема подают воду из резервуаров чистой воды потребителям. Их производительность и режим работы зависит от суточного расхода воды потребителям и графика водопотребления. По назначению бывают хозяйственно-питьевого водоснабжения, технического, производственного, технологического водоснабжения, противопожарного водоснабжения. По условиям подъема воды и расположению оборудования бывают наземные, заглубленные, глубокие, шахтного типа. Водопроводные насосные станции представляют собой сооружение с комплексом насосных агрегатов и аппаратурой для управления насосными агрегатами и приборов контроля за их работой трубопроводов запорно-регулирующей системы. Насосные станции классифицируют по месту в схеме водопровода, по назначению, по условиям подъема воды и расположению оборудования. Задачи и способы очистки воды. Основными требованиями, предъявляемыми к питьевой воде, является безопасность в эпидемическом отношении, безвредность по токсинкологическим показателям, хорошие органолептические показатели и пригодность для хозяйственных нужд. Очистка воды включает процесс осветления обеспечивания, которое назначается удалением веществ, вызывающих мутность, достигается отстаиванием, скоагулированием, фильтрованием. Процесс дезодорации назначает удаление веществ, придающих воде запах и вкус, достигается дегазацией, в частности, аэрированием. Процесс обезбреживания, дегазация, детоксикация назначается удалением отравляющих веществ, достигается обработкой реагентами, отстаиванием, фильтрованием. Процесс обеззараживания, дезинфекция назначается уничтожением бактерий и болезнетворных микроорганизмов, достигается кипячением, окислением, хлорированием, озонированием, обработкой ультрафиолетовыми лучами. Процесс дезактивации назначается удалением радиоактивных веществ, достигается отстаиванием, скоагулированием, фильтрованием. Процесс обессоливания, опреснения назначается удалением растворенных солей, достигается дистилляцией, обратным осмосом и вымораживанием. В технологических схемах водоочистных средств применяется сочетание методов, обработка хлоросодержащим реагентом, отстаивание, скоагулированием, фильтрованием. Улучшение качества воды получается добавлением к воде тех или иных солей с целью повышения концентрации неэлементов, содержащихся в недостаточном количестве или улучшения органолептических свойств. Фторирование, дефторирование. Основными требованиями, предъявляемыми в питьевой воде, является безопасность в эпидемическом отношении, безвредность по токсилкологическим показателям, хорошие органолептические показатели и пригодность для хозяйственных нужд. Очистка воды включает процессы осветления, дезодорации, обезвреживания, обеззараживания, дезактивации, обессоливания. Улучшение качества воды достигается добавлением к воде тех или иных солей с целью повышения концентрации в них неэлементов, содержащихся в недостаточном количестве или улучшения органолептических свойств. Сооружения для обработки воды. Водочистные сооружения. Комплекс устройств, установок, на которых осуществляется процесс улучшения качественных показателей природной воды, представляет собой технологическую схему обработки воды. Классификация технологических схем обработки воды. Применяемые в практике водоподготовки технологические схемы классифицируют по следующим основным признакам. По способу очистки различают реагентные и безреагентные технологические схемы. Процессы обработки воды с применением реагентов протекают быстрее и значительно эффективнее. Так, для осаждения основной массы взвешенных веществ в первом случае необходимо 2-4 часа, а во втором несколько суток. С использованием реагентов фильтрование осуществляется со скоростью 5-12, без реагентов со скоростью 0,1-0,3 метра в час. Водочистные сооружения для обработки воды с применением реагентов значительно меньше по объему, компактнее и дешевле, но сложнее в эксплуатации, чем сооружения безреагентной схемы. В связи с этим безреагентные технологические схемы с гидроциклонами и медленными фильтрами применяют для водоснабжения небольших подводопотребителей при цветности исходной воды до 50 градусов. Второе. По эффекту осветления различают технологические схемы для полного или глубокого осветления воды и для неполного или грубого осветления. В первом варианте очищенная вода соответствует требованиям питьевой воды. Во втором содержание в весе в очищенной воде во много раз больше. Технологические схемы для глубокого осветления воды применяют как для хозяйственно-питьевых, так и для многих промышленных водопроводов, где качество технической воды предъявляет высокие требования. Схемы для неполного осветления воды обычно применяют при подготовке технической воды. Третье. По числу технологических процессов технологические схемы подразделяют на одно-, двух- и многопроцессные. При двухпроцессной технологической схеме два основных технологических процесса обработка воды в слое взвешенного осадка и фильтрования осуществляется последовательно и однократно в одну ступень. По числу ступеней каждого из технологических процессов технологические схемы подразделяют на одно-, двух- и многоступенчатые. Технологическая схема называется двух-, трех- или многоступенчатой в случае, когда один из основных технологических процессов осуществляется два или более число раз. Четвертое. По характеру движения обрабатываемой воды технологические схемы делят на соматичные, безнапорные и напорные. Соматичные схемы обычно применяют на городских и крупных промышленных водоочистных комплексах. При этом уровень воды в каждом последующем сооружении ниже уровня предыдущим. Разность уровней определяет напор, требуемый для преодоления гидравлических сопротивлений внутри сооружения и в коммуникациях от одного сооружения к другому. При напорной технологической схеме движение обрабатываемой воды от сооружения к сооружению происходит под давлением выше атмосферного, поэтому отдельные сооружения можно располагать на одной отметке. Напорные очистные сооружения должны быть герметичными и рассчитаны на давление, развиваемое насосами. Заметим, что при использовании напорных технологических схем резервуары чистой воды и насосную станцию второго подъема можно не устраивать. Классификация технологических схем обработки воды Применяемые в практике водоподготовки технологические схемы классифицируют по следующим основным признакам. Первое. По способу очистки различают реагентные и безреагентные технологические схемы. Второе. По эффекту осветления различают технологические схемы для полного или глубокого осветления воды и для неполного или грубого осветления. Третье. По числу технологических процессов технологические схемы подразделяют на одно, двух и многопроцессные. По числу ступеней каждого из технологических процессов технологические схемы подразделяют на одно, двух и многоступенчатые. Четвертое. По характеру движения обрабатываемой воды технологические схемы делят на самотечные, безнапорные и напорные. Общая схема очистки питьевой воды Первичная очистка, глубокая фильтрация, удаление мелких твердых частиц, обезжиривание Предназначена для удаления крупных частиц вещества, которые могут мешать другим процессам очистки Может быть оправдана только в случае большой загрязненности поверхностных вод Физическая аэрация или химическое предокисление Применяют для удаления растворенных газов, для окисления некоторых компонентов органических веществ Коагуляция, флокуляция, образование хлопьев из коллоидных частиц Важнейшая ступень для успешного разделения твердой и жидкой фаз Флотация, разделение твердой и жидкой фаз Впрыскиванием воздуха и реактивов, чтобы образовавшиеся хлопья могли всплыть Отстаивание, осаждение Разделение твердой и жидкой фаз путем седиментации Частая эффективность осаждения увеличивается в внутренней или внешней рециркуляции осадка Для преобразования диффузной флокуляции в контактную Фильтрация, разделение твердой и жидкой фаз путем фильтрования через слой песка Фильтрация происходит под действием силы тяжести или под давлением Она в основном задерживает частицы в той толще фильтрующей среды При прямой фильтрации слой песка служит одновременно флокулятором и фильтром Дополнительная обработка адсорбации активированным углем Удаляет избыточные органические вещества Дезинфекция обеспечивает стабильность качества очистки Остаточный эффект и удаляет патогенные микроорганизмы Бактерицидный эффект Специальная обработка Удаление железа Окисление аэрации Удаление марганца Окисление аэрации Декарбонизация снижает жесткость воды, вызванную избытком кальция Нейтрализация агрессивной воды, богатой бедными карбонатами Принципиальная схема Двухпроцессная схема водоподготовки с горизонтальными отстойниками и фильтрами На рисунке показано взаимное расположение отдельных сооружений станции осветления И обеззараживание воды, подаваемой для хозяйственно-питивых целей Осуществление по двухпроцессной схеме с горизонтальными отстойниками и фильтрами При этом на приведенной схеме горизонтальные отстойники выполнены со встроенными в них камерами хлопья образования Вместо горизонтальных отстойников могут быть использованы вертикальные отстойники В данном случае процесс очистки воды включает следующие операции Коагулирование воды, осветление ее в горизонтальных отстойниках, фильтрование и обеззараживание при помощи хлорирования Вода, подаваемая насосной станцией первого подъема, поступает через сетчатые фильтры 2 смеситель 4, куда вводится раствор реагентов, заготовляемых в помещении реагентного хозяйства 3, необходимым для коагулирования И где происходит их смешение с водой Из смесителя вода поступает в камеру хлопья образования 5, где происходит формирование хлопьев коагулянта И затем проходит последовательно через горизонтальные отстойники 6 и фильтры 7 Пройдя фильтры, осветленная вода поступает в резервуар чистой воды 9 В трубку, подающую в него воду, вводится хлор из хлораторной 8, необходимый для обеззараживания воды Контакт ее с хлором обеспечивается в резервуаре 9 Представленная схема может рассматриваться как общая принципиальная схема очистных сооружений для речной воды, подаваемой в хозяйственные питьевые водопроводы На рисунке показана технологическая схема водоочистки двухступенчатая с горизонтальными отстойниками и фильтром По цифре 1, это насосная станция первого подъема Цифра 2, микросетки Цифра 3, реагентное хозяйство Цифра 4, смеситель 5, камера хлопья образования 6, горизонтальный отстойник 7, фильтр 8, хлораторная 9, резервуар чистой воды 10, насосы второго подъема Принципиальная двухпроцессная схема водоподготовки с осветителями и фильтрами На рисунке показано взаимное расположение отдельных сооружений станции осветления и обеззараживания воды, подаваемой для хозяйственных питьевых целей Осуществленной по двухпроцессной схеме со светилителями, со взвешенными осадками и фильтром В этом случае отпадает необходимость использования камеры хлопья образования В данном случае процесс очистки воды включает следующие операции Коагулирование воды, осветление ее в горизонтальных отстойниках, фильтрование и обеззараживание при помощи хлорохлорирования Вода, подаваемая насосной станцией первого подъема 1, поступает через сетчатые фильтры 2 в смеситель 4, куда вводится раствор реагентов, необходимых для коагулирования, заготовляемых в помещении реагентного хозяйства 3 и где происходит их смешение с водой Из смесителя 4 вода поступает в осветлитель со взвешенным осадком 5, где происходит частичная очистка от хлопьев коагулянта и затем проходит через фильтры 6 Пройдя фильтры, осветленная вода поступает в резервуар чистой воды 8 В трубку, подающую в него воду, вводится хлор из хлораторной, необходимый для обеззараживания воды Контакт ее с хлором обеспечивается в резервуаре 8 Представленная схема может также рассматриваться как общая принципиальная схема очистных сооружений для речной воды, подаваемой в хозяйственно-питьевые водоводы На рисунке показана технологическая схема водоочистки двухступенчатая с осветлителем со взвешенным осадком и фильтром Под цифрой 1 насосная станция первого подъема Цифра 2 микросетки Цифра 3 реагентное хозяйство 4 смеситель 5 осветлитель со взвешенным осадком 6 фильтр 7 хлораторная 8 резервуар чистой воды 9 насосы второго подъема Занятие закончилось Контрольные вопросы Наружные инженерные сети гражданских зданий Внутренние инженерные сети гражданских зданий Внутренние инженерные сети гражданских зданий Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...